Ну, начинаем мы с экранизации Владимира Хатиненко, которая вот была показана недавно по телевидению. Кстати говоря, по-моему, на этой неделе на канале Культура, или как он сейчас называется, Россия К. Повтор. Это экранизация романа Фёдора Михайловича Достоевского «Бесы». Я очень коротко выскажу своё мнение, потому как, не буду скрывать, посмотрел в сети отзывы. Отзывы самые разные. По-другому быть не может, потому что любая экранизация классики, она вызывает споры. Не говоря уже о таких, я считаю, вещах, о которых спорить. Не надо, что я вижу в этой роли актёра А, кто-то видит в этой роли актёра Б, а ещё кто-то говорит, что вот если бы пригласить на эту роль там ещё кого-то, то вот это было бы, да. Ну, к сожалению, нам никто не даёт ничего ставить. Режиссёр, как-то мы в режиссёра не попали, подавляющее большинство. Так что приходится иметь дело с тем, что есть. Вот что я хочу сказать об экранизации «Бесов». Мне понравилось. Совершенно спокойно отнесусь к человеку, который скажет «мне не понравилось». Не самый мой любимый роман. Преодолел я его с колоссальным трудом. И об этом я, не скрывая, говорил, в этом я признавался. Но что я хочу поставить режиссёру Владимиру Хатиненко в несомненные плюсы. Во-первых, режиссёр далеко не заурядный. Потому что я считаю, если человек поставил такой фильм, как «Зеркало для героя», это один из моих любимых фильмов, у него уже есть точка отсчёта. Вот по этой точке отсчёта я, Хатиненко, всегда и меряю. И, надо сказать, не подводит. Не подводит. Конечно, хотелось бы, чтобы у него всё было, как «Зеркало для героя». Так не получается. К сожалению, не получается, но очень редко. Так вот, плюсы экранизации. Первое. Достаточно бережное воссоздание событий. Мне такой подход к классике очень нравится. А то, что он сделал и чего нет в романе, это тоже, с моей точки зрения, Хатиненко идёт в плюс. Потому что многие люди этот роман не читали. Им было бы трудно разобраться вот в доподлинной, один-в-один экранизации Достоевского. Дай бог, дай бог, что люди пойдут, будут покупать книгу, будут её читать. Ну, я не знаю. Наверное, некоторые его прочтут с большим трудом, как и я. Некоторые вообще не дочитают. Но есть люди, которые, и я их знаю, и ни одного, которые просили этот роман в два дня за пойм и сказали, он так легко написан. Я им только могу позавидовать. Ещё один очень жирный плюс. Вот всё-таки то поколение режиссёров, скорее всего, наверное, последнее, как говорят французы, амаз в целом умели работать с актёрами. Вот, хотя Ненко потрясающе поработал с актёрами, а уж роль главного беса Петруши Верховенского, кстати, или Верховенского, я не знаю. Я не знаю, я никогда не интересовался этим. А вот сейчас вдруг этот вопрос возник. Антон Шагин его сыграл. Ну, я считаю, что это вот в десятку. Точно в десятку. Абсолютно. Хотя, не скрою, натолкнулся на пару отзывов. Так, просто глазами их пробегал. Да нет, да как можно. Хорошо, но вы считаете так. Я считаю так. Очень хорошая натура съёмки. И прекрасная речь персонажей. Потому что, как правильно заметил один мой очень хороший друг Володя, вот сейчас смотришь иногда экранизации классики, или там девятнадцатый век тебе изображают, а такое впечатление, что сидишь ты где-нибудь в кафе, у тебя за спиной сидит компания мальчишек и девчонок, вот так же они и в классике разговаривают. Здесь этого нет. И самое главное, самое главное, что мне нравится, люди будут читать. Определённое количество людей купят книгу бесы и будут её читать. У них бесы не пойдут. Кто-то переключится на другие книги Достоевского. Я бы советовал, конечно, бедные люди. Но человек может взять другое. Так что, если в этом фильме и есть какие-то минусы, я имею в виду, конечно, экранизацию романа Достоевского «Бесы», отснятую Владимиром Хатиненко, то эти минусы перевешиваются заявным преимуществом, плюсами, на которых я остановился. Я бы... Вы знаете, я, пожалуй, сделаю следующее. Я приму какие-то звонки с вашим мнением по поводу этой экранизации. А своё мнение в виде СМС вы можете прислать по номеру плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмёрки девяносто четыре восемь. Или вы можете скинуть ваше мнение в Твиттер «Собака говорит МСК» в одно слово, а телефон нашего прямого эфира – код четыре девять пять семь три семь три девять четыре и восемь. Доброе утро. Доброе утро. Говорите, пожалуйста. Доброе утро, Леонид. Да, здравствуйте. Обдул. Обдул. Рад вас слышать. Я вам скажу такую вещь, вы не поверите. Мне тяжело читается Достоевский. У меня ребёнок с шестнадцать лет просто влюбилась в его произведение. Она и даже в театр ходила. И у них кругу там девочки вот такой возраст. Практически многие читали. Она вообще Достоевского безумно любит и Кавка. И сравнивает Кавка и Достоевского. Не знаю, как это у неё получается. Обдул. Я через неё начал читать Достоевского. Обдул. Обдул. Чем вы её кормили, вашу дочь? У меня всегда дома была большая библиотека, много было книг. Она любила, любит Чехова безумно. Обалдеть. Обалдеть. Достоевского, Драйзер она любит. Но Кавка для неё это вообще там, она говорит, Кавка это что-то. И у Генри. И вот Достоевского я начал читать после неё. Вот она как-то вот... Как вам экранизация, Абдул? Я, честно говоря, не видел фильм. Не хочу сомневаться. Но фильм великолепный, фильм должен быть очень... Потому что там есть что-то подставить. Там просто невозможно по-другому сделать. Ну как это, Абдул? Мы видели экранизацию последнюю Тихого Дона. Ну это же в кошмарном сне. Я вам... Просто меня сейчас не хочу на это время терять. Да ну испортить можно всё, что угодно. Ну что, я что-то... Ну, Хатюденко сам же сказал. Хатюденко в языке это какое-то там своеобразное видение. Да, но мне показалось... Он выделяется. Но мне показалось, что вы как-то... Если произведение хорошее, то значит его нельзя испортить. Запросто. Не каждый режиссер возьмёт за такой тяжкий труд. Потому что в общем-то... Я вас познакомлю с людьми, которым дай только возможность и деньги. Они экранизируют всё, что угодно. И секунды думать не будут. А мастер возьмёт один раз и сделает великолепно, как Коппола. Согласитесь. А я считаю, что у Копполы были неудачные фильмы. Нельзя сказать, что весь творческий путь Копполы, извините меня за несколько папственных изложений, он прямо бестерний, прямо к сияющей вершине. Ну, нет, когда Достоевский и Хатиненко, там тут уже другого варианта нет. Это два гения. Ну, я бы, честно, в своё время, я бы предпочёл бы... Нет, не буду. Мало ли чего бы я предпочёл. Это никого не волнует. Значит, Абдул, гляньте в программу чуть ли не сегодня и завтра. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Абдул, большое. Спасибо. Вот какие дети попадаются. Ещё, говорит, так у неё же ещё и подруги есть. Ужас. Ужас. А кто... А почему они не считают там Данцову, я не знаю. Не, со всем моим уважением ко всем женщинам, которые пишут иронически. Эх, детективы, конечно. Но тем не менее, тем не менее. Вот. Так. Рой тоже отличное кинохатиненко. Антуан. А я не видел. А я не видел. Надо будет себе записать. Надо будет, Антон. Большое спасибо. 7-3-7-3-9-4-8. Доброе утро. Леонид, доброе утро. Доброе. Это Семён Майер. О, Семён Майер. Привет, дорогой. Привет. Привет. Да. Хочу тебя слышать. Хоть и по радио. Во-первых, на мой взгляд, великолепная экранизация. Более того, я удивлён. Обычно же стараются напихать в последних, особенно, попытках, знаменитых актёров, каких-то именитых. А здесь много не очень знакомых широкой публики, которые великолепно со своей ролью справились. Угу. Брось СМС-кой номер свой. Хорошо? Конечно, обязательно. Брось, пожалуйста. Спасибо. Благодарю тебя слышать. Спасибо. И взаимно. Взаимно. А вот насчёт Гроссмана «Жизнь и судьба» роман слабый-то, по-моему. Роман слабый. И об этом даже, по-моему, я не буду утверждать, не очень я это хорошо помню. По-моему, сам режиссёр Сергей Усуляк. Безусловно, очень талантливый режиссёр, потому что сочинение «Ко дню победы», «Долгое прощание», ну, про ликвидацию я не говорю, Исаев, кстати говоря, мне это тоже очень понравилось. Кстати, Сергей Усуляк сейчас снимает «Тихий дон». Кстати говоря, и я считаю все возгласы вроде того, что «Да за что он взялся?» «Да там Герасимов!» Ну, хорошо, ну, великолепный фильм Сергея Герасимова с Глебовым, с Быстриской, фантастическое кино совершенно. Но если люди дали деньги на постановку нового «Тихого дона», если этим занимается такой талантливый режиссёр, как Сергей Усуляк, ну, давайте будем надеяться, что он сделает очень хорошее кино. Вот. Так, я просто сейчас отсматриваю. Вот Абдул Хамид прислал сообщение. У него двоякое впечатление от этой экранизации. Ну, вот я и хочу просто услышать мнения. Разные мнения. Желательно без полемического накала, потому что обсуждать экранизацию, ну, если она заведомо только очень плохая или заведомо фантастическая, в любых других случаях, ну, непродуктивная, как мне кажется, это занятие. 7373948, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, Леонид. Здравствуйте. Мне фильм понравился, и, знаете, ещё такое неожиданное замечание, мне очень понравились комментарии одной радиостанции нашей очень демократической, и персонажей, которые... Ну, что же вы меня с утра-то? Что вы меня с утра не жалеете? Прям музыки какие-то рассказываете. Да, извините. Ничего страшного. Скажите, пожалуйста, а что вы можете сказать? Вот я слышал, в 92-м году был снят фильм «Бесы» братьями Таланкинами. Что-нибудь знаете про этот фильм? Вы знаете, я знаю только с чужих слов. Вот он как-то прошёл мимо меня. Вот это прекрасно. Надо найти как-то его посмотреть. Вы знаете, это прекрасно, что такие произведения, а, вызывают к работе талантливых людей, и, б, находятся люди, которые дают им на это деньги. Молодцы. Молодцы, мне это очень радостно. А вот то, о чём вы говорите, я не видел, к сожалению. А что на радиостанции говорили? Леонид, прости, а что на радиостанции? Ой, я не могу вспомнить, но если в двух словах просто бросали какашки в этого, в Хатиненко. Да я понимаю. Ну, пьесы увидели себя, понимаете? Они просто увидели себя и возмутились ужасно, видимо. Нет, 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 они там ещё, я вижу те вопросы, которые могут вызвать вот это обильное слюноотделение у этих людей. И даже не стоит ни о них говорить, ни об их поводах говорить. Это всё фигня. Вот, повод один, от кормушки отодвинули. Леонид, простите, маленький вопрос напоследок. Вы посмотрели всё-таки, трудно быть богом? Нет. И не смотрите, пожалуйста, ладно? Нет, 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 нет. Я вас пожалею в отличие. Я вру, вру, я хотел показаться лучше, чем я есть, я его посмотрел. А может быть, когда я сделаю следующей или в третьей жизни, я, ну я в это верю, потому что, ну как, ну вдруг. Вот, я его посмотрю, может быть, я в нем что-то найду. В этом случае я с вами абсолютно согласен. Вы знаете, это ужасно. Ну, я, вы знаете, я это, ну не знаю, рекомендовать бы я это никому не стал. Вот. Я тоже. Всё, спасибо большое. Спасибо, спасибо вам большое, спасибо. Так, последний звонок я приму по бесам и пойдем дальше. 7373-948, здравствуйте. Так, попробуем, попробуем ещё раз, ещё раз попробовали. Нет, всё, с бесами мы... Сериал не сгустим.